Итак, продолжаю снимать распаковку, уборку, ёлочки. Не распаковку, а уборку. Вот я уже сняла всю вот эту половинку. Сейчас ещё надо вот этого бычка красавчика снять. Сейчас я его тоже аккуратненько сниму потихонечку. Он у меня был наряжен. Получается к такой детской деревенской ферме, я бы сказала. Вот у меня, потому что здесь пастушок с дудочкой, да, висит. Курочка, девочка с уточкой. Поэтому тут такая вот фермерская тема у меня была задействована. И бычка я сюда же тоже повисила. А так этот бычок вообще-то иреновский. Поэтому вот я его сюда сейчас положу. Будет ещё один обзорчик. Давайте посмотрим. Продолжаю снимать иреновские игрушки. Сейчас посмотрим все их поближе немножечко. Давайте начнём, наверное, вот с этой главной большой, огромной игрушки. Вы только посмотрите, какой огромный этот корабль. Это целый набор получается. Тут сундук с сокровищами. Фантастический корабль, такой пиратский корабль. Но я его вешаю не как пиратский, а другой стороной, вот этой. Не хочу почему-то, чтобы у меня на ёлочке были всякие черепа с костями. Вот поэтому тут ещё есть вот такая пиратская метка. Вот так это выглядит. Но я это вешаю другой стороной. Так это более как-то вот всё-таки смотрится аккуратненько. И плюс ещё здесь с этим набором идёт вот этот пират шедевральный. И у меня их два. Я купила отдельно ещё одного пиратика. Но вот они мне так нравятся, что такая морская тематика. А к ним в компанию. Они же не могут без капитана или штурмана. Вот такой вот ещё капитан штурма. Красивый. Корабль-набор это Ирена. А вот этот, это уже не Ирена. Это другой производитель. Я не могу сказать какой. Не знаю. Не помню. Отдельно его покупал. Но он тоже такой красивый. Прям как настоящий такой капитан. У него даже якорёк нарисован. И опять же, вот перламутровые личики. Классно очень смотрится. Вот такой вот пират. Только посмотрите на него какой, да? У него галстук там. Даже вот такая вот получается. Красненький. Морской. И даже бантик красненький. Шикарный пират. Жалко только, что, конечно, такой вот одноногий. Лучше бы было две ноги. Но, кстати, это можно исправить. Можно нарисовать и будет две ноги. Вот. Чтобы был такой настоящий. Даже можно вот это вот убрать тоже. И сделать его двуглазеньким. Хорошая идея. Но я не занимаюсь перекрасами. Но так вообще интересная идея. Оригинально придумала сейчас. Ну, так они выглядят вдвоём. Такие. Два товарища мы. Мы плывём по волнам, по морям. Так. Здесь у меня получается сборная солянка. И уже и Ирена, и не Ирена. Но я продолжу с Ирены. Вот этот набор приобретали в прошлом году. Вот такую ведьмочку. Она такая смешная, если честно. У неё на это самое носик такой вот совершенно шедевральный. Пёрышко настоящее. Красотка. Я так хотела этот набор. Я его первый раз увидела в интернете. Скажем так, через поиск всяких игрушек от Ирены именно. И первый раз увидела, влюбилась в этот набор. Вот, настоящее привидение с котиком. Классно. Тыква такая настоящая. Вот набор мне этот нравится. Вот так вот выглядит привиденька. И бабка Ёшка, ведьмочка. Такая добрая. Милая. С бородавками. Улыбается. Опять же, с метлой, с котиком своим. Это у неё тут обочка с вкусняшками. Она, в общем-то, отправляется в путь к приключениям. Такая красавица. Так, давайте посмотрим. Теперь, наверное, немножко не Ирена покажу, А есть вот такая вот у меня серия Мостовский. Две ведьмочки с клюками. Вот одна такая красотка с клюкой. И грибы у неё в кармане. Это серия Моравский. Это серия Моравский. Польша. Производитель фабрика. Такая красотка. У неё, смотрите, жилетка блестящая вся. Красивая очень. И мне нравится её платочек. Этот чёрный горошек. Модная, на самом деле, она такая вот вся. У неё даже заплатки по цвету с платочком смотрятся классно. И вторая такая же бабуля, но она отличается тем, что у неё клюка с другой стороны. Грибочки у неё тоже. Вот тут вот один грибочек ещё плюс есть. Тоже платочек такой чёрный, заплатки чёрные. Платочек, чёрный горошек, красный платочек. Жилетка у неё такая. Тоже, в общем-то, стильная бабуля. Ягуля. Ведьмочка. Ещё у меня есть ведьма на метле. Вот так вот она летит. Вот такая вот добрая ведьмочка такая. У-у-у-у. Я лечу, я лечу по свету, лечу и гагачу, и радуюсь. Оригинальная ведьмочка. Привет! Я резко снастраиваю заодно. Снимать пытаюсь. Так. Пиратский сундук не показала. Вот смотрите, какой сундук сокровищенный. Сейчас уже появились и красные сундуки, и синие сундуки. Ну, вот у меня такой коричневый-золотой сундук с богачествами. Богачество, сокровища. Такой вот сказочный сундучок. Так, теперь покажу. Смотрите, какая у меня царевна-лягушка. Вот. Это такой наборчик был. Царевич на красавице. И лягушечка. И отдельно к ним повезло приобрести царевича. Вот у него лук и стрелы. Я решила его объединить именно в эту серию. Но на елочке они у меня дружат вместе с царевной лебедь. Сейчас я вам ее покажу, царь-лебедь. Вот такая вот красивая у нее, у девушки, лечика. Такая лапочка. Хорошенькая, солнечная, сказочная. Настоящая сказочная царевна-лягушка. Вот. А царь-лебедь, царевна-лебедь, вот она у меня. Вот уже такая. Тоже, посмотрите, как хорошо они вместе сочетаются. Очень красивые игрушечки. У нее личико приятное. Такая вот она вся расписанная. Очень красивая. И, в общем-то, вот этот вот царевич. В сюртуке, в красном. Лук, камзол, стрелы. Вот такая красота. Настоящий царевич. Ну, очень они смотрятся симпатично вместе. Видите, и лебедушка сама, вот лебедь. Это вообще прелесть, какая она. Невероятная. Сейчас я покажу ее повнимательней. Мне никак не положить. Сейчас вот сюда вот положу. Поставлю игрушки. Вот, посмотрите, какой лебедь. Шикарная красавица лебедь, царевна. У нее. Опять же, да? И звездочка. Афина пришла. Афина. И, в общем-то, пёрышки. Все так расписано. Блестит. Мерцает. Вот такая сказочная. Афина, нельзя, 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 нельзя. У меня кошарик тут хочет прыгнуть на стол. Она не знает, что тут все занято. Да, Афина? Тут нельзя прыгать на стол сейчас. Тут тебе сейчас пока места вообще нет. Да, все занято. Мама сняла все игрушками. Поэтому не сейчас. Так, надо продолжить срочно обзор. А Афина подождет вот здесь вот, рядышком посидеть. Если лежать не будет. Давайте сейчас покажу еще вам. Афина, в общем-то, хотела показать красавицу Золушку с каретой. Нельзя Афина залезать. Вот смотрите, карета. Боже мой, когда я увидела этот набор, я настолько обалдела. Потому что я вообще не знала, какие бывают наборы у Ирены. Но вот эта карета, она меня сразила, конечно, своим размером. Тоже она такая немаленькая достаточно. И как она красиво разрисована. Она такая яркая, нарядная, праздничная. Настоящая карета принцессы. Тут даже корона нарисована. Вот так она выполнена. Эта карета, круто. И Золушка к ней. Смотрите, какая Золушка. В платье, в настоящем. Афина. Такое вот платье все красивое, красное, яркое, нарядное. У нее даже и корона такая, миленькая. Такая красивая. В общем, Золушка. И даже в перчатках в белых, представляете? И колье у нее. Ну вот просто Золушка. Шикарная Золушка. Мне очень нравится она. Такое платье у нее летнее, нарядное. Прямо заметно. Так. Звездочет. Еще есть вот такой чудесный маленький звездочетик. Вот малышок. Красивый. Он у меня в комплекте с маленьким месяцем и солнышком идет. Афина, нельзя! Афина! Куда-то она лезет. Афина! Афина, нельзя! Не надо сюда лазить. Вот этот кошмарик, а. Афина! Не лезь на игрушки. Нельзя сюда лазить. Ох, увидит это все папа. Нельзя! Это же стекло! Да. И король, смотрите, уже. Тоже вот этот король. Он немножко от другой коллекции, но я его объединила с золушкой. Принца у нас нету, к сожалению, в этой коллекции. А король идет к коту в сапогах, но там другой король у меня в наборе есть. А этого я отдельно тоже приобретала по объявлениям. И, в общем-то, вот так вот они классно смотрятся вместе. Такой душевный, милый король папа. Настоящий король. Так, и, в общем-то, еще часы, которые куранты бьют, да. Посмотрите, как они органично тоже смотрятся с королем. Как будто бы это вообще одна серия. Поэтому мне так понравилось, и я объединила их. Шикарные часики. Надеюсь, в следующем году я интереснее наряжу елочку еще. И посвящу целую одну сторонку на елочке вот этой сказке Ирыновской. Волшебные игрушки. Красота. И покажу вам еще. У меня, получается, есть, скажем так, снегурочки. Снегурочки и Дед Мороз. Вот такие снегурочки. Одна снегурочка такая. И вторая снегурочка. Когда-то я их тоже отдельно все покупала. Мне они так нравились. Они такие интересные. Можно сказать, смотрите, форма одна, да. А как они по-разному расписаны. Птичка. Корона. Косичка. Сюртук заснеженный. Как это по-разному смотрится все. И они одна такая темно-синенькая, а вторая голубенькая. На любой вкус и цвет. Одну можно наряжать, например, вот эту вот светлую на зеленой елочке. Она будет красиво смотреться. А в темно-синем, в темно-синей шубке, она классно подойдет для заснеженной елочки. По цветам. Яркость, контрастность надо, когда подбираешь. Но у меня они к любым елочкам все равно смотрятся красиво. Так что можно и с любыми елочками тоже наряжать. И оно будет смотреться очень симпатично. Вот такие две снегурочки. И к ним вот такой есть еще Дед Мороз. Очень красивый. Очень. У Ирены, у них много есть разнообразных Дедов Морозиков. Ну вот этот шов в коллекции, в комплекте. Вот так вот они были одним комплектом. И я его приобрела, получается. У него тут санки с подарками. Потом корзинка на плечах с подарками. Шедевральный. Вот такой вот Дед Морозик. Блестит весь. Красиво расписан. Ну и опять же, елочки у них, скажем так, все блестящие, глянцевые. Как я люблю. Такие вот все заснеженные. Шикарные. Так, вот показала вам практически всю серию, что здесь лежит. Все бабы, ешки. Вот такой есть еще один. Кузя. Замечательный. Кузенька. Домовенок. У него рубашка в бордовом цвете. Такой бордовый. Красивый окрас. Красавчик. И есть еще одна избушка. Она продавалась отдельно. Я ее тоже приобрела. В общем-то отдельно. Но она так хорошо подошла к этому Кузе, что, в общем-то, вот я их решила вместе объединить. Так они смотрятся. Веселенько очень. Я Кузя, Кузя, Кузенька. Я маленький Кузьма. Я сказочки рассказываю вам и всем всегда. Тра-ля-ля-ля-ля. Зачиняю на ходу. Так. Ну и покажу сейчас еще вот этого бычка. Он у меня в наборе, конечно, идет. Ну, я пока набор не сняла. Сейчас я его еще подробнее, скорее всего, покажу. Все-таки. Такой вот он. Идет бычок, качается. Вздыхает на ходу. Ой, досточка кончается. Сейчас я упаду. Все, такой быстрый обзор показала. Еще сейчас вот этот подсвечник покажу. Вот, посмотрите, какой подсвечник. Это Радко. Производитель. Радко, Радко. Вот такой необычный подсвечник. Мы его приобрели к празднику Хэллоуина. С тыквами, со всякими этими выдуманными, веселыми маскарадными костюмами. Вот. Ну, так. Своё место с ёшками, как аксессуар, он неплохо украшает. Тут как это... Как сама Баба-Яга, да? Но при этом это подсвечник. Вот такой вот необычный. Забавная игрушка. Так. Всё. Показала, что хотела. Вот такой получился еще один обзор. Часть вторая. Всех этих красивых, невероятных чудесностей. Люблю эти игрушки, конечно. Они смотрятся просто невероятно. Корабль размер с ладонь. Просто он гигантский корабль. Поэтому я его всегда, в общем-то, стараюсь украшать низ ёлочки. Нижнюю часть. Потому что она более широкая. Смотрите, как красиво сочетаются. Да? Такие вот оттенки цвета. Класс. Нравится. И вот эти вот ведьмочки, ёшки, ягулечки с домиками. А, я еще вам домик Маравский не показала. Вот смотрите, как отличаются, кстати, домик Маравский и домик Ирены. Вот как они вместе вот так вот смотрятся. И как они отличаются. Вот такой Маравский домик. Очень он тоже необычный. Переливается. Уникальный домик. Но он крупненький такой, по сравнению с Иреновским. Он большой, конечно, такой. Вот я попробую рядом его поставить. Вот вместе они. Рядышком. Вот видите, как отличается, насколько размер укропнённее. Кстати, вот так вот вместе их вешаешь. И получается такая деревня. Этих бабок-ёжик деревня. Класс. Вот эту идею беру на заметку. В следующий раз повешу реально их вместе. Здорово придумала. На ходу. Всё. Показала вам этот домик тоже. Класс. Игрушки. Так. Игрушки сами собой по коробкам. Раз. Всё. Сейчас они у меня все сами собой пойдут в свои коробки. Ну вот как-то так. Что там, Афина? Что там? Птички? Птичек Афина там увидела, да? Сегодня у нас солнышко есть и нету. И небо такое непонятное. То есть солнышко, то нету. Да, Афина? И снега ещё полно лежит. Сейчас вот я ёлочку разберу. И придёт уже весна. Красна. Потом будем блины с вами все печь. Всё. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»